Привет, друзья! Я Григорий Герман, и это «Скальпель». Наш острый скальпель правды, которым мы срезаем гнилую плоть лжи. Лжи российской пропаганды, чтобы все мы увидели пугающую суть происходящего в стране победившего путинизма. А путинизм — это такой удивительный режим, который классическую российскую загадочность, ну, вот эта вот загадочная русская душа, вот эта шизофреническая парадоксальность, то есть, Достоевщина, он ее довел до абсолюта. Такого парада неадекватности и гротескности, как мне кажется, еще не было в истории государства российского. Ну вот, все было, да, звериная жестокость, глупость, идиотизм, возведенный в ранг государственной политики, всяко бывал. Но так, чтобы символом времени стала неадекватность, гротескное несоответствие оглашаемого действительному, это впервые, как мне кажется. Кто-то поспорит, мол, советский режим был чемпионом мира по звездежу, но и тут я аргументирую, советский режим не доходил до такого уровня гротеска. Вот честно, там все было так. Серпасто-молоткасто, серьезно, нахмуренные брови, суровые годы приходят. А современная Россия – это какой-то парад абсурда. Хотите доказательств? Их есть у меня. С чего бы начать? Хочу начать вот с чего. Такая интересная информация гуляет по интернету. Я сразу оговорюсь. Давайте, если будут вырезать и пытаться, знаете, вот из наших, многих наших заявлений, пытаются сделать потом как-то вбросы, смотрите, что они несут. Кто же это так делает? Может, я ума не приложу? Я даже не понимаю, о ком вы говорите, Анатолий. Кто эти похабники и огульники? Ну и что же вы несете в этот раз? Говорите, Анатолий. Не мучайте нас недосказанностями. Говорю официально. Скорее всего, это фейк. Да? Но тем интереснее. Это просто какой-то реально восторг. Вот это вот то, о чем я говорил. Это не пропаганда. Это гротеск, возведенный в уровень пропаганды. Выходит в студию дороговалютный ведущий такой с кастрюлей жидкой коричневой субстанции, над которой роятся оголодалые мухи. Первые ряды сразу начинают тошнить от характерной канализационной вони, а ведущий такой и говорит. Смотрите, мы сейчас будем это жрать. Скорее всего, это ***. Но тем интереснее. Кому интереснее? Что интереснее? Жрать овно, понимая, что это овно? Этот фрагмент – это квинтэссенция того, что происходит в России при Путине. Вот все все видят, все все понимают. Но со словами «тем интереснее» жрут. Идут дохнуть на чужую землю, понимая, что государство их поматросит, бросит и намахает с деньгами, но тем интереснее. Понимают, что бабло на ремонт ЖКХ, уходят на войну, и зимой они будут мерзнуть городами, но тем интереснее. Видят, что продукты дорожают, что масло уже из супермаркетов тырят, так как раньше тырили элитный алкоголь, но тем интереснее. Ну и пропагандистам внимают, потому что тем интереснее. При этом понимают, что перед ними шаланды, полные фекалий, но все равно с удовольствием причмокивают. Готовьте ложки, капрофаги. Это не здание Верховной Рады Украины, это здание Верховного Совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил сталинскую премию. И у нас очевидным образом рука не поднимается на наше. Все понятно, Маргарита, все ясно, вот вообще, кристально понятно. Вы не бьете по зданию Верховной Рады в Киеве, потому что это здание Верховного Совета, наследие архитектора Владимира Заболотова, сталинская премия, все дела. А архитекторы Серафимов, Крафтс и Фельгер, инженер Роттерт, это совсем другое дело, да? Люди, которые построили дом Госпрома в Харькове, тот самый легендарный дом Госпрома, который чудесная гармония, выражающая дух рабочего класса, по словам Максима Горького, да? Чудо, увиденное в Харькове, Теодор Драйзер. Меньше чем через неделю после вот этих симонейных слов в здание Госпрома в Харькове прилетела управляемая авиабомба. Вот фото. И да бог с ним, с ЮНЕСКО, достоянием которого является этот комплекс зданий. Это же вот та самая ваше любимое советское достояние, это же та самая ваша история, которую вы никому и никогда... Че произошло с домом Госпрома, Маргарита? Здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачиваем? Да все просто на самом деле. На самом деле вы понимаете, что никогда не сможете захватить Украину и теперь просто уничтожаете. Все со словами, так не доставайся же ты никому. И плевать вы хотели на все это наследие со Спасской башни, прямо с Рубиновой звезды. Вы бьете туда, куда можете. Вот и все. В Киев не можете. Руки коротковатые и косоватые оказались. А в Харьков, где вороны бились над падалью Карков, полотна железных дорог забинтованной, столицей гудит украинский Харьков. Живой, трудовой и железобетон. Это Маяковский, кстати, да? Так вот, в Харьков вы можете. И уничтожаете его, не глядя. Памятник ЮНЕСКО перед вами. Советское наследие или жилые дома. И, кстати, по поводу будущего. Ну, тис, отгадайте, кто теперь харьковчанам более ценен? Те, кто влупил бомбой по символу города? Или вот этот вот скромный старик? Это Уоррен Баффет. Американский миллиардер и меценат. Он примчался в Харьков сразу после удара по Госпрому. Оценить ущерб. Помочь восстановить. И кто же теперь, перефразируя того же Владимира Владимировича здорового человека, то есть Маяковского, да? Нашему Харькову более ценен? Мы говорим Россия, понимаем смерть, бомбы, страдания. Мы говорим США, понимаем помощь, восстановление и будущее. Это российская народная забава. Быть с теми, кто россиян уничтожает, грабит, насилует и убивает. Другие таким психическим заболеванием не страдают. И от России либо бегут, отбиваясь от всех ее инициатив, либо Россию откровенно юзают, пользуясь тем, что она застряла в колено-локтю. Застряла, но при этом на камеру делает вид, что о, все в порядке, ей нравится, все прекрасно, и так и было задумано. Конечно, в Казани сейчас проходит главное мировое событие. Это саммит БРИКС. Причем я уверен, что вполне возможно, это событие войдет в учебники истории. И через десятки лет, а возможно и сотни лет, это событие будут вспоминать как величайшие события. Истинно сказано, золотые слова ваши, товарищи. Конечно, войдет, да. Ой, выходит, то есть входит. Входит и выходит. Замечательно выходит, да. Ну, собственно, какой шарик, так и входит и выходит. Правда, можно сказать по-другому. После вот этого форума страны, вступившие в БРИКС, пытаются очистить от него свои подошвы и вообще стараются понять, что им со всем этим счастьем бессмысленным делать. Потому что, ну, да, слетать в Казань, попортить девок, поесть хыстыбы, татарскую традиционную лепешку с картохой, это, конечно, хорошо, вкусно, и город красивый, и мини-ханов услужливый. Но, а дальше-то что? Общая валюта. Минус. Путин, скорее, ну, скажем так, сложный проблемный партнер, с которым приходится иметь дело, но на котором выгодно зарабатывать. Вот для партнеров по БРИКС. Вот он выгоден им для зарабатывания, особенно в условиях санкционного режима. Но именно санкционный режим создает и проблемы для других стран. В частности, для Китая и для ряда других стран БРИКС. Именно по этой причине вот Китай, который, в принципе, ну, раздумывает над тем, чтобы усиливать свой юань, продвигать свое экономическое влияние БРИКС, он пока не спешит идти на предложение России создать параллельную финансовую систему. Ну, потому что это будет означать раскол в глобальной торговле, и это не принесет выгоды Китаю, скорее, создаст проблемы для него. Че там еще было в наполеоновских планах? Расширение БРИКС? Принять Турцию? Индия против. Принять Венесуэлу? Бразилия против. От предложения Путина выступить единым антизападным фронтом у остальных участников форума тот самый Костыбы почему-то полез назад. Ну, вот и получается, что саммит БРИКС в Казани на самом деле превратился в такое ничего не решающее, никому не нужное, по большому счету, болото, посреди которого стоял скалой Путин. О саммите, который никого не волнует, также пишет сегодня Wall Street Journal примечательная заметка, в которой президент Путина называют скалой, человеком-камнем, которого пытались сломить, уничтожить, ввели бесконечное количество санкций. Но удивительным образом президент Путин стал тверже и крепче в результате войны. Перевел свою экономику на военные, как они пишут, рельсы. Глыба курильщика. Кстати, я нашел вот эту самую колонку в Wall Street Journal, и там, реально, парадоксально, весь смысл статьи в том, что нынешняя политика Запада недостаточно эффективна, и надо ее усиливать, делать более радикальной, смелой и решительной. А не как в изложении Ускобеевой «Ну все, пацаны, встретились мы со скалой, сушите весла!» Ну, это такое, вырвали из контекста и в уверенности, что никто не потратит пять долларов на подписку в Wall Street Journal и не прочитает текст оригинала. Бывает, да? Не все же живут в Вышнем Пучке и Козолупинске. Но это лирика. Просто, судя по тому, что нес пляшивый фюрер в Казани, он не скала, он фонтан. Причем вот такой вот. Один в один, ребят. Напор, содержимое точно соответствует тому, что и как вещал кремлевский Карл. Кстати, видео вот это вот с фонтаном, оно из Подмосковья. Так сказать, трейлер блокбастера «Особенности российского ЖКХ», выход которого запланирован на первое серьезное морозо. Вот и глав деда Российской Федерации вот так же несло, да? И про потери в Курской области, и про готовность противостоять НАТО бесконечно долго. Ну, а на фоне этого фонтана, кстати, в соседнем зале, звучали совсем другие песни. Там, как эти, песняры в концерте в Сочи в 79-м году соловьем распевался «Агент Чипс». И такие вот удивительные нотки звучали в этой песне. Прям синкопа, вот прям импровиз и прочее западное тлетворное влияние. Скажите, вопрос признания Крыма и новых регионов российскими территориями стоит вообще на повестке Минска и Москвы? И поедете ли вообще в Крым? В Крым? Ну, я думаю, что это вопрос от журналистов больше. Ну, если надо поехать, поеду. Я человек решительный. Ну, а какая необходимость мне сегодня или вчера было ехать в Крым? Я свою позицию обозначил в самом начале, что де-факто Крым. Повторяю просто то, что я сказал в самом начале крымских событий. Де-факто Крым российский, де-юра нет. Почему? Потому что юридические эти вопросы односторонне урегулированы. Вот что встреча с представителями госдепа животворящими делает, а? Не хватало еще, чтобы он в конце этого спича сказал «Слава Украине!» Такой вместо очень, понимаете, не хочется Бацьке стать еще одной горячей точкой на будущей карте Третьей мировой. Хочется так и остаться вот этой территорией безвремени, тихой, такой, незаметной для основных игроков. И нашим и вашим такое понятное желание, да, только вот фиг получится, потому что русский сапог на тестикулах не дает. Хотя, зная Бацькины таланты совершать немыслимые для его возраста и тучности пироиды в воздухе, кто его знает, может и успеет. Тем более, что сапог, конечно, давит, но дневно слабее, чем ожидалось. Или вы думаете, что Бацьки не видит то, что видят все остальные? Россия это сноб на глиняных ногах, который пытается запугивать вначале, а потом падает и соглашается. А что на весах? Если, например, предоставить поражение в войне и развал России, либо вступление в Украину, в НАТО, настолько ли это катастрофично? Нет. Да. Вот. Снова же, они боятся, что Украина будет в НАТО, потому что кто-то нападет на Россию. Соответственно, сами напали на Украину и уничтожили тысячи своих танков, тысячи самолетов, тысячи вертолетов. То есть нету советского наследия. я понимаю, например, Китаю не надо советское наследие ни свое, ни Северной Кореи. Почему? Потому что вкладываются в новые виды оружия, в новое поколение оружия, много штучного интеллекта, много брони, крутые производства. Например, Китай может, даже потеряв весь флот, во время, пока он будет терять, строить еще один. Просто какая-то бешеная 3D-принтерка, станция, которая производит флоты. А в России же ничего такого нет. Северная Корея самое мощное индустриальное государство, 25 миллионов бедных этих севернокорейцев, которые кроме кимчи и дешевого соджу ничего в жизни не видели. Южнокорейцев в два раза больше сейчас. Экономика просто бумит в десятки самых сильных, а эти в десятки самых бедных. И Путин идет к самым бедным и говорит, помогите. Вот это и есть определяющий маркер силы Путина и силы российской экономики, в том числе военно-промышленной. Они же говорят, мы встали на военно-промышленной рейки. Это что значит? 10 миллиардов на Северную Корею, 30 миллиардов на Иран? Да. Рейки, это что у вас там? Производственные офшоры? Так они свои карманы набивают. Корейцы, повышающиеся выплаты, растущая инфляция, падающие цифры запасов старого советского оружия и такой нежный лаймовый цвет лица у Набиулиной, когда она сообщает об очередном повышении ставки Центробанка, а и помидорный цвет лица у Чемизова, который орет благим матом, что с такими ставками предприятия вы пока по миру пойдут. Интересная атмосферка в России, если не жрать пропагандистское овно со словами «Это интересно получается, правда?» Мы начинали с позиций, когда про нас в мире толком-то и не знали, ничего кроме Шевченко, сердечко, революция, наверное, и все. То сейчас об Украине узнается больше. А Россия расплачивается со своим лагерем за поддержку решительную, прямую, без условий и так далее. Расплачивается суверенитетом, тем, что они теряют свои позиции и становится все большую зависимость от них. И поэтому у Путина как раз счетчик работает куда с большей скоростью. И у него команда это прекрасно понимает. И поэтому 24-й вхождение, 25-й год это момент, когда они будут повышать втапки по черным, поскольку дальше хороших перспектив у них совершенно нет. И 25-й год Россия входит слабее, нежели она входила в 24-й. Но пока в студиях, на сайтах и в подкастах зрителям выносят вот те самые кастрюли, это интересно. А зрители продолжают это интересно жрать, у режима, по идее, не должно быть проблем, правда? Правда ведь? Потому что вот эта схема работает, пока удается маскировать запах. А лучше всего запах овна маскирует аромат и вкус Победы идентичны натуральному. А вот с поставкой этого ингредиента в последнее время возникают проблемки. Импортозамещенный вариант не особо работает. И все больше россиян приюхиваются к содержимому пропагандистской кастрюли. Победа ли это для мира и для союзников? Нет. Брикс показал. Путина никто не поддержал в антизападном Бриксе. Никто не хочет быть антизападным. Дубай, Индия. Даже Китай не хочет быть до конца антизападным. Китай хочет быть лидером всего, а не лучшим другом в России наполовину. Тоже Эмираты, Бразилия, Южная Африка, все. Дальше что произошло? Путин предлагает давайте от доллара откажемся. Но это тоже типа победа. Снова захватить полукраины для России, в которой и так одна шестая планета или девятая планета. Ну нет. Убить доллар вот это была бы победа. Но она тоже не идет. Все вышли и сказали, Китай даже говорит, да какой доллар, ты что дурак? Ты заплати за шест и там простой обонплаты пошел? Ты заплатить не можешь мелких денег. Вот вот эта история. То есть я думаю, что плана мира точно нет, а тот план победы, который у него есть, его никто не принимает. Но ведь продвигается Россиюшка-то? Ну да, рекордная потеря, вот просто тупо мясорубка, почище той, которая была еще даже в прошлом году. Более 40 тысяч потерь в месяц. Трупы, инвалиды, ранены, которых снова и снова гонят в бой. Орки, несмотря на истеричные воплики Осаяна, Соловьева, не пущать, все больше видео выкладывают, в котором все то же, о чем мы говорили с начала войны, командиры упыри, из 30 человек остается после штурма один, заградотряды стреляют в спины, и каждое такое видео, это минус 100-200 упырей, которые готовы были бы продать свою совесть за пару десятков тысяч долларов, но жизнь как-то стрёмная. На дипломатическом фронте, ну, мы саммит Брикс уже обсудили, да, сейчас еще саудиты подтянутся с явным желанием перекроить мировой рынок нефти. Не будем им мешать. И, конечно же, Украина. Всюду Украина. Дипломатия. Тут, я бы сказал, что у нас ситуация, где 1-0 дипломатия, внешняя политика как а внутренняя. Наша. Поскольку во внешней политике у нас реальные успехи. Украине удается удерживать коалицию поддержки, несмотря ни на что. Украине удалось повлиять в ужасных условиях избирательной кампании в Соединенных Штатах. На повестку там удается, опираясь на партнеров с коалицией решительных в Европе, изменять ситуацию, достигнуть того, что уже приглашение в НАТО обговаривается и Соединенные Штаты уже готовы при определенных условиях сказать «да». Франция, Британия уже поддерживают обоими руками и являются лоббистами фактически этой идеи. Дальнобойные удары по территории России также уже на столе и решение по ним это лишь вопрос времени. По многим параметрам заканчивая самолетами, которые мы получили прецедентно, да, малое количество, да, но тем менее сейчас получили. И можно посмотреть, какие страны их нам поставляют. И мы можем убедиться в том, что самыми нашими надежными союзниками сейчас являются северные страны, которые прекрасно понимают, что такое Россия, прекрасно понимают цену российско-украинской войны для собственной безопасности в том числе. то есть коалиция решимых стала решительных, стала больше и серьезнее. Да, конечно, хотелось бы большего. Хотелось бы, чтобы как во времена Рональда нашего Рейгана империя зла побеждалась бы не только на словах, но и силой корпуса морской пехоты США. Но искусство возможного, это то искусство, которое Украина освоила за эти почти три года войны, мне кажется, как никто другой. Теперь пришло время осваивать еще одно искусство, которым чертовски умело пользуется страна, которую очень многие в мире не любят, еще большее количество политиков терпит, но еще большее поддерживает. Страна, которая умеет ставить союзников перед фактом. В периоды, когда надо согласовывать были интересы, договариваться, хитро маневрировать, это надо было делать до 24 февраля 22 года. Действительно, надо ставить перед фактом, никуда Запад не денется. Никуда он не денется, он будет обязательно следовать в фарватере политические издержки от того, что о, мы там что-то слишком сильно сделали, поэтому нет, никогда не будет, и как раз Израиль давайте наглядно демонстрировали. Ну, вы поняли, да, та самая страна, которая никогда не нанесет ядерный удар первой, хотя и не входит в ядерный клуб. Ну, тут так вот, бывает, оказывается. Если кто-то смог так сделать один раз, то почему кто-то не сможет сделать так во второй? Нет, конечно, не может, нет, не может, нам это не нужно. И технически очень сложно, и дорого очень. Украина никогда не было полного цикла производства ядерных боезарядов. У Украины фактически отсутствует мощности центрифужного переработки урана и превращения его в высоко обогащенный уран. Создание таких мощностей опять же требует огромных денег и очень длительного периода времени. Вот видите, вот, смотрите, да, седой мужик, умный, наверное, говорит то же самое. Не сможет Украина создать свое ядерное оружие. И я так говорю. Вы не нервничайте. Я серьезно, да. Президент сказал буквально следующее. Мы не допустим создание ядерного оружия в Украине. То есть любая попытка создания ядерного оружия это каюк Украины, извиняюсь изображения. И, наверное, это правильно. Для нас это вопрос выживания. Мы себе точно не можем допустить ни грязный, ни полугрязный, ни чистый, вообще никакой бомбы для ударов пророссийской федерации. Да вы что там с ума посходили что ли? Что вы нервные такие, ну, вместе с вашим бункерным дедом? Конечно, вы не допустите. Ну, вы же не допустили появление у Украины F-16, патриотов, длинных и толстых ракет на 300 километров. Ну, вы же не допустили создание Украины целого флота ударных дронов, не допустили ударов по НПЗ, по никто не знает где в угле найти шаблон ядерной доктрины. Это не нам, это просто друг попросил найти просто. Мы-то что? Мы-то нам-то зачем? Мы же не можем. Нет, мы не сможем. У нас же нет ни месторождения урана, ни реакторов нет, ни ученых, ни научной базы, ни технологии. Нет всего этого. Нету. Все, не волнуйтесь так. Я просто говорил с ребятами, которые брали Чернобыльскую ОС. Отряд, который заходил, тоже они там видели. Вот когда они вошли. Это вот как в фантастических фильмах показывают. Там по сетчатке глаза открывающиеся двери, бункеры. То есть там работали лаборатории, которые, конечно, никакие не украинцы одни этим занимались. То есть они ясно к чему готовились. И поэтому не случайно же наш Верховный говорил, вот когда стало ясно, что неизбежна специальная военная операция, не только вопрос Донбасса, но и вопрос ядерного оружия. Когда этот безумец там сколько раз заявлял Зеленский, что у них будет ядерное оружие. Ну какие у нас варианты? Ну да. Да ну вы издеваетесь. Не, ну я, конечно, понимаю, что с точки зрения российского Орка, зашедшего в Украину в феврале 2022 года, который нес цивилизацию и освобождение в эту отсталую Украину, ну, ему тот же Соловьев также рассказывал, увидеть внутренности конфаймента, то есть современного укрытия над Чернобыльской станцией, которая строили лучшие европейские инженеры с использованием самых современных технологий, это все равно, что Коле Герасимову попасть из СССР с фольговыми крышечками на кефире, да, в будущее. Но это же другое. Весь мир знает, что Изра... Весь мир знает, что Украина не сможет создать свой ядерный арсенал. Так откуда такая паника в русскоязычном обозе? Он, конечно, пишет, но мы больше хотим попасть в НАТО. Но если в НАТО не попадем, и тут фраза Голдемер, но если в НАТО не попадем, то очень легко сделаем ядерное оружие. И у Путина начало гореть. Он в тот же день начал это комментировать. О май гад! Даже дешевые кремлевские политологи, которые ходят к Соловьеву, Киселеву, Симоняну и всем остальным, так быстро не реагируют на поточные комментарии. Потому что еще месседжбокс не прошел. А Путин уже комментировать. А почему? Тогда все поймут примитивность игры. Король-то голый. Можно ничего не иметь, но каждый раз угрожать ядеркой. И он говорит, а если они так начнут? А что делать? Все, тогда дальше быть вот этим запугивателем? Ну, вот эта проблема. А правда показательно, что более всего орут о недопустимости обретения Украиной ядерного оружия именно российские упыри? Запад молчит. Он никак не комментирует. А почему? Потому что знает, что Украина не имеет возможности создать такой ядерный арсенал. Правда? Или потому, что не готов отправлять своих солдат воевать за Украину, но готов к тому, что Украина сама сможет себя защитить от России в будущем. Всеми способами. Да ну, не, фигня какая-то. Украина не сможет. Да, Израиль в пустыне без месторождения урана без базы смог, Северная Корея без урана без базы смогла, Иран без ученых без базы смог, а Украина не сможет. Да, так и есть. Не сможет. Если сможет стать единым целым с западной системой безопасности. Тем более, что западной системе, какой бы она ни стала, это нужно так же, как и Украине. Пятый пункт, он о будущем, о том, что мы не просто хотим получить от вас гарантии безопасности, ну, чтобы Россия вновь не пошла войной против Украины, но мы готовы стать частью системы безопасности, мы готовы стать донором обновленной системы безопасности в Европе. Да, не всем, может быть, это нравится, кто-то, кто там против ухода американцев не в восторге от этого предложения, что там мы можем заменить, ну, это не важно, мы можем и не заменять, мы можем быть рядом, вместе, но мы точно можем усилить и стать одним из столпов обновленной системы европейской безопасности. и это на самом деле единственный путь к безопасности в Европе, в том числе и к ядерной, к нераспространению, так сказать, потому что все мы, все те, кто в тылу, все те, кто на фронте, даже все те, кто объективно устали и не вывозят, а такие, конечно же, есть и в Украине, когда уходят эмоции и понимают, никакие переговоры, никакие обещания не обезопасят наших детей и наших внуков от этой гнили, которая разлилась на просторах от Бреста до Владивостока. Простите, белорусы, но пока это именно такой расклад. Ну, давай вот просто, опять же, выйдем с тобой на четкие, как бы, понимания, о чем переговоры, вот о чем. У него есть ультимат, да, то есть пункты, понятно, Украина должна капитулировать, то есть, если это в одно предложение вести, то есть, в принципе, да, после чего, добившись этих результатов, чуть-чуть передышки, а учитывая, опять же, мы с тобой начинаем разговор из чего, из того, что коалиция зла, то есть, уже Северная Корея уже включена в этот конфликт, он видит эффективность своих решений. Как ты думаешь, он остановится? А это значит или-или? Мы выбираем НАТО. И да, я сейчас обо всех украинцах. Мы выбираем НАТО. Мы, это, если я не ошибаюсь, более 80% украинцев. Путь, который проще для всех, это формализация отношений Украины и НАТО с последующим вступлением. Ну вот в чем парадокс. Вот есть как бы такое очень близкое партнерство, оно не формализовано. И мы хотим оформления отношений. Мы хотим стать полноправным членом НАТО, потому что нас не просто взаимодействие интересует. Это хорошо, это для нас очень важно, значимо, и мы готовы, думаю, даже расширять это взаимодействие. Но для нас важна формализация отношений, важна пятая статья, чтобы мы имели вот этот зонтик безопасности. Мы сами должны готовы стать частью системы безопасности НАТО. И тут, наверное, стоит объяснить тем нашим зрителям, которые живут в тех самых странах НАТО и которые вполне резонно в Испании, в Португалии и в той же Германии. С одной стороны, не хотят почувствовать вкус немытого российского оккупационного кулака, но с другой стороны, так как этот вкус, он сильно гипотетичен, по крайней мере, состоянием на сейчас, они не хотят, чтобы их парни воевали за далекие от них восточноевропейские страны. Смотрите, ребята, и вам стоит объяснить это вашим соседям. Вступление Украины в НАТО не означает, что на следующий день там Хуана, Жуана, или Йогана отправят воевать с немытыми и страшными русскими Ивановами. Потому что, кроме крайне мягкой пятой статьи устава НАТО, мы уже обсуждали эту статью, есть еще и шестая статья. она непроста с точки зрения того, что это противоречит формальным механизмам НАТО. Потому что НАТО должно действовать как единый блок. Однако, вот, кстати, я уже слышу от многих дипломатов и специалистов по НАТО, в том числе и людей, которые работали раньше в НАТО на разных высоких должностях, они очень часто ссылаются на статью шестую. А в чем ее смысл? В том, что она конкретизирует, как будет действовать статья пятая. То есть, если возникают для стран НАТО региональные вызовы, это не означает, что все члены НАТО участвуют в войне. А участвуют те страны, которые как бы географически, регионально имеют отношение к этому вызову. И это предпосылка. Предпосылка для особенностей обороны и доктрины, которая предполагает, если удар будет по странам Балтии, то кто должен отвечать? Прежде всего, страны, которые соседствуют, для них это тоже вызов. А также, конечно же, будут задействованы военные контингенты тех стран, которые расположены в странах Балтии. То есть, если Россия будет продолжать лететь паровозом навстречу пропасти, распевая ура-патриотические песни имперских времен, воевать с ней будут прежде всего страны, которые и так сейчас к этому готовятся. страны, условно назовем их восточной стены. Финляндия, Балтия, Польша, Украина. Если Украина из-за слабости и нерешительности нынешних западных политиков не устоит, Румыния и Болгария, даже Турция. Потому что, усиленная украинцами Россия, может решиться и на Турцию. Ну, а че бы и нет, с нашим-то потенциалом. А все остальные страны, скорее всего, станут тылом воюющих государств. Не самая большая цена за то, чтобы избежать участи немецких женщин в 45-м, которых массово насиловали и убивали советские освободители. Ну, или есть вариант еще быстрее. Но рискованнее. Я считаю, что задача как физического уничтожения Путина и его окружения, так и политического демонтажа империалистической системы, вот это то, как мы должны сформулировать нашу задачу на 25-й год. Вот именно это. То есть, пусть лучше будет равновесие на линии фронта, чтобы не тратить дополнительную жизнь солдат на попытки отгрызть какие-то 10 квадратных километров в одну сторону или в другую сторону. Но если мы завалим там 100 негодяев на той стороне, то это вот как раз и может привести к выходу России из войны. Но это, конечно же, не соответствует всем современным традициям международной политики, вот гуманизму. Опасно для конкретных западных политиков. А вдруг Россия начнет отвечать тем же, но зато вот этот путь, который предлагает Пономарев, они быстрее. И без сомнения, вот это вызвало бы небывалое воодушевление в российском народе, которое этих упырей, вот всех этих упырей во власти тихо ненавидит. Почему тихо ненавидит, а не громко, и почему, если ненавидит, не уконтропутит, это хороший вопрос, на который должен ответить сам российский народ. Мы же в лучших традициях Винни-Пуха будем стремиться к идеалу. НАТО, ядерка или мертвый Путин? И того, и другого, и можно без хлеба. И поверьте, мы сможем, не ради себя. С нами уже все ясно. Поколение, которое пережило развал страны, создание страны, три революции, одну пандемию и одну войну. Мы сможем это сделать ради того, чтобы наши внуки не знали, что такое российский сапог на нашей земле. Вперед!